Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Начну с последнего трагического события. 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан. В том числе дети, подростки, женщины. Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления. Выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника. Изучают выводы криминалистов и экспертов. Итак, это было заявление президента России Владимира Путина. При этом сегодня СМИ публиковали информацию. Число погибших при теракте в Крокус-Сити-Холл выросло до 139 человек. Это сообщил Александр Бастрыкин. Эта тема, конечно, продолжает будоражить умы, сердца людей во многих странах мира. И, конечно, это продолжает будоражить методички, шизофрению других представителей. Homo sapiens, так сказать. Давайте пока обсудим ту фактуру информации, которая поступала в течение сегодняшнего дня. И которая, на мой взгляд, играет очень важную роль. Вот, в частности, президент Беларуси Лукашенко заявил, что Беларусь передаст Путину данные по предполагаемым кураторам преступников, которые совершили теракт в Крокусе. Также президент Беларуси заявил, что республика по договоренности с Россией блокировала свою границу в направлении вероятного движения террористов. Это такой показательный момент, что какие-то инструменты в рамках союзного государства, они уже работают, ну, фактически на автомате. Жаль, конечно, что выяснять это приходится на фоне таких трагичных событий. И вот опять вернемся к теме. Конечно, России важнее всего сейчас понять, кто же все-таки был заказчиком. И мы вчера с вами говорили по поводу истерики в отдельных американских СМИ, в частности, Вашингтон-Пост, которые, заплевываясь, значит, пеной, начали рассказывать, что Россия ослабла после этого и прочее-прочее. Мы с вами вчера это разбирали. И, на мой взгляд, все-таки я стояла на том и стою сейчас, что эта истерика связана с тем, что они понимают, коль уж этих выродков взяли живыми, какой-то информации они обладают. Кроме того, стало окончательно понятно, что наши спецслужбы работают с коллегами из других лояльных, скажем так, вменяемых стран, что рано или поздно Россия пазл в итоге соберет. И в конечном счете мы получим четкую, ясную, понятную картину, кто был заказчиком. И понятно, что на этом фоне градус истерики в отдельных западных СМИ растет просто как на дрожжах. При этом при всем обратите внимание. На данный момент российский президент только озвучил, что эти боевики двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно, точка выхода. Это все, что было сказано. А теперь почитаем, да, вот эти американские публикации. А, Путин, он обвиняет уже Украину. Давайте защищать Украину. Скорее помоги. Еще раз, было просто сказано, что было окно, точка. Но это, знаете, классическая история, на аварии шапка горит. И вот тут, конечно, особенно еще интересно наблюдать за, прости господи, европейскими партнерами, коллегами. Короче говоря, за Евросоюзом. Значит, Евросоюз остановил сотрудничество с Москвой по безопасности, но не исключает его возобновление. Это заявил представитель ЕС по борьбе с терроризмом. И заявление это прозвучало на фоне теракта. Ну и, конечно, дальше в Евросоюзе заявили, что отрицают заявление о связи Украины с терактом в России. Я вам приведу эту стату. Она просто, знаете, божественна в своей тупости. Мы отвергаем это заявление. Нет ничего, что бы указывало или доказывало бы, что Украина имеет связь с этой атакой. Мы призываем российские власти не использовать террористическую атаку в Москве в качестве предлога или как мотивацию для продолжения, значит, боевых действий на Украине. Это заявил на брифинге в Брюсселе ни много ни мал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стану. Ну, короче говоря, как я вам и обещала, понимаете, степень тупости, она здесь сквозит в каждом слове. По поводу нет доказательств. Ну, давайте так, еще раз. Россия сейчас и не заявляла на официальном уровне, что вот прям все обвиняем, да? Пока заявлялось то, что заявлялось. Сегодня, правда, тоже был комментарий, что за действиями вот этих вот боевиков, выродков этих четырех, которые устроили стрельбу в Крокусе, могут стоять украинские спецслужбы. Знаете, я о чем подумала? Мы уже не можем игнорировать, что часть следа ведет на просторы Турецкой Республики. И вот коллега в новостях вам сейчас зачитывала, что там тоже силовики в очередной раз, значит, пробудились, стали какие-то сетки там тоже отлавливать. Но, честно, я по этому поводу очень скептично отношусь. Я не считаю, что турецкие силовые органы и турецкая власть сегодня в состоянии полностью выявить все вот эти вот цепочки террористические и уничтожить все ячейки. К сожалению, для всех нас, равно как и для жителей Турецкой Республики. Потому что все эти ячейки курируются уже давно в Великобритании, Ми-6, а Эрдоган, видимо, находится в сложном положении и не может ничего противопоставить Ми-6. Потому что как только он начнет делать какие-то резкие телодвижения, ему тут же устроят турецкую весну, арабскую весну, назовите, как хотите. Потому что там очень сложные проблемы, очень большие проблемы с экономикой и оппозиция, что называется, на низком старте. Так вот, ну, кого-то, конечно, они там отловили, а тоже какую-то информацию, я думаю, все-таки передадут. Возникает вопрос, да, но где могли, что называется, пересечься, я размышляю сейчас как журналист, не более. Где теоретически могли пересечься представители украинских спецслужб, ГУР, там не ГУР, и, например, вот эти вот ячейки ИГИЛ-Харасан, запрещенная в России террористическая организация, которая в основном сейчас базируется в Афганистане. Вот, казалось бы, где точка пересечения? Я вам скажу, точка пересечения у нас просторы Турецкой Республики, раз. Под чем кураторством? Под кураторством Великобритании, два. Я вам уже обозначила, да, проблемы Анкары, связанные с Великобританией. Третий момент. Именно Великобритания с 15-го года была засвечена на Украине, а за последние два года в ходе СВО побольше американцев распихивала всех кулаками и кричала, что мы тут альфа в украинском кризисе, мы тут сейчас всех в это пекло поназапихаем. Что не было? Было. Значит, точка пересечения Турецкая Республика под кураторством Великобритании. И еще есть важный момент. Я понимаю, что озвучу, может быть, непопулярную какую-то мысль, но я ее все-таки озвучу. Мы же помним, что отдельные боевики Азова какое-то время находились на просторах Турецкой Республики. Их туда отправили. В том числе там был вот этот Редис, Редиска, ну вот этот персонаж, да, который торчал на Азовстале и записывал, значит, видюшки. Я напомню, что Азов это тоже террористическая организация, признана в России таковой. И вот этот Редис, Прокопенко фамилия вспомнила, он записывал вот эти вот видюшки, рассказывал, значит, что мы тут герои. Ну да. Так вот, а что, собственно, мешает нам сложить 1 плюс 1 плюс 1? Что пока вот эти боевики Азова находились на просторах Турецкой Республики и вполне возможно также получали какое-то финансирование и портзадание и от американцев, и от великобританцев, что им мешало в этот момент, там, например, под кураторством Ми-6, собственно, работать с этими боевыми ячейками террористов из ИГИЛ-Храсан, запрещенной в России организации. Что им мешало там налаживать свои контакты, проводить какие-то тренинги на полигонах и прочее-прочее? Я не вижу никаких причин предполагать, что этот сценарий безумен и невозможен. А если это делали, например, боевики из этой организации АЗОВ террористической, потом они, значит, попали в Киев, и обратите внимание, Прокопенко пропадает с радаров. Все, его морды там не трясут на каждом углу, из него не делают главного героя, так сказать, незалежный, все, он куда-то исчезает в тень. То, что он, вежливо говоря, не выставил против России, и на тот момент союзных сил ДНР и ЛНР, но ДНР отставить, это очевидный факт. Но, тем не менее, все-таки в него в свое время вбухали немало бабла, и подготовка у него, в принципе, сама по себе тоже неплохая. Вполне возможно, что он был, что называется, первопроходчиком, кто налаживал вот эту коммуникацию между украинскими спецслужбистами и вот этими боевыми ячейками. А Британия курировала, помогала. Потом вернулся в Киев, доложил, рассказал, передал, что называется, другим спецам из спецслужб Украины или из боевиков АЗОВа. Были отправлены новые какие-то персонажи на просторы Турецкой республики. И так, шаг за шагом, это сотрудничество, с позволения сказать, нацистских террористов и вот террористов из ИГИЛ. Вот так оно и, извините меня, формировалось под как раз куполом Великобритании. Ну, еще американцы. Знали ли об этом турецкие спецслужбы? Ну, думаю, догадывались. Давайте уж называть вещи своими именами. Но тут, что называется, смотри, пункт 3. На мой взгляд, они бездействовали, потому что связаны по рукам и ногам. Жестким шантажом со стороны и американки, и англичанки. И, по сути, Эрдогану говорят, шаг влево, шаг вправо, и ты, собственно, получишь такую арабскую весну, что ты не успеешь даже, собственно, из резиденции выйти. Тебя уже никто и ничто не спасет, потому что у тебя слишком сложное положение в экономике, и у тебя слишком много непонятных мутных сил бегает по просторам твоей страны, ну и, кроме того, по Стамбулу в частности. И не стоит забывать, что Эрдоган так и остался нерешен. Вопрос с Идлибом. Там, где он замуровал чертову тучу у боевиков, пытался там делать альтернативную асаду правительства, ну, было, было, давайте уж не забывать, да, давайте называть вещи своими именами. Потом, значит, сдал назад, эти, значит, боевики остались там замурованными, замурованными в этом Идлибе. Ни шаг левый, ни шаг вправо. Ну и, в общем, согласись, в таком положении Эрдоган как бы особо крылья-то расправить не может. Давайте сделаем небольшую паузу в ФМ-вещании. В интернет-вещании у нас сейчас будет открытый микрофон во ВКонтакте и на Рютьюбе. И услышимся с вами минут через, а минут через три. Фридрих Шоу Милые соотечественники, не забываем вас, пишут нам. Так вот, сейчас мы перейдем к внутриполитической уже истории, которая, конечно, связана с этой трагедией. Тут такие интересные заявления идут. Итак, мы продолжаем. Понятно, что после трагедии в Крокусе, после этого чудовищного теракта, очень много возникает вопросов по самым разным темам. Ну, давайте попробуем на некоторые из них получить ответы. С нами на прямой связи Виталий Евмилонов, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, приветствую вас. Добрый. Спасибо. Ну, начать я хочу с новости, которая, честно говоря, сегодня вызвала у многих желание кому-нибудь дать в лоб. У частного охранного предприятия, которое обеспечивало охрану Крокус Сити Холла, есть оружие, но в день теракта охранники работали без него. Это заявил Хенштейн. Я просто искренне пытаюсь понять, когда против нас ведется террористическая очевидная война в последние, извините, годы, вот чем надо было думать частным предприятиям, частным охранным предприятиям, чтобы не использовать оружие, которое при этом у них есть для охраны вот таких вот мест скоплений людей. Как вы думаете? Ну, мое убеждение, что когда эти граждане, это предприятие, хотело получить лицензию, или нет, получало лицензию, они клятвенно обещали, что оружие им нужно, для чего? Для того, чтобы содействовать охране правопорядка, чтобы воспрекрепствовать. Зачем нужно оружие, в принципе, для охранников? Для того, чтобы оказать противодействие тому, кто вооружен, то есть бандиту вооруженную. Именно поэтому им, не государственным структурам, а частным охранным предприятиям, и дано оружие только для этих целей. Но получается, что эта лицензия, которую они просили и брали на себя определенные обязательства, эта лицензия им, получается, не нужна, потому что стоять палками-копалками, вот, и с серьезными вещами можно абсолютно без всякой лицензии на оружие. Так кто виноват-то во всей этой истории, как вы считаете? Это же далеко не первый случай. В соответствии с положением отчастных охранных предприятий, эта структура взяла на себя обязательства по поддержанию правопорядка на этой территории. То есть государство, общество этим охранникам доверило следить за порядком. Ну, понимаете, полицейских, почему там не было? Это потому что там, на этой территории, вот, отвечали эти охранники, которые, как сказалось, ни за что не отвечали. И вообще непонятно, где они оказались. И в оружейке у этого охранного предприятия было полным-полно огнестрельного оружия, которое помогло спасти десятки жизней. Но это оружие осталось лежать. Для чего? Для того, чтобы на парадах ходить с ним? Или фотографироваться в модной форме? Как вы считаете, как нам системно эту проблему решать? Потому что я вспоминаю вот эти жуткие истории с шутингом. Первый месяц кипер, все носятся с выпученными глазами, вооружают чуть ли, понимаете, не собак, которые прибились к тому иному предприятию. Проходят месяц, все, фу! И опять на круги своя. Новый шутинг, новая истерика на месяц и на круги своя. Думаю, что, конечно, охранные предприятия, у которых есть соответствующие лицензии на использование и хранение огнестрельного оружия, должны брать на себя обязательства. Заставить их как? Они должны отвечать. И все очень просто. Если они не отвечают этим критериям, если они не проводят работу, не патрулируют, не носят с собой оружие, то, соответственно, это охранное предприятие должно быть лишено лицензией. И у Росгвардии есть все полномочия. А зачем вам такие нужны? Какой из них толк? Для чего мы им даем оружие? Для того, чтобы оно у них просто лежало? Нет. А мы им даем оружие с одной лишь целью, чтобы они его использовали против бандитов. Хорошо, с этой темой пока более-менее понятно. Вторая тема. Сегодня активно она идет по телеграм-каналам. Конечно, на фоне трагедии в Крокусе вновь поднимается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Одни представители российской власти говорят, что это юридически невозможно. Другие предлагают 8 сентября проводить референдум. Третьи говорят, референдум вообще не нужен. Конституционный суд может это решить. Вы что думаете по этому поводу? Смертная казнь такая тяжелая штука. Почему? Смертная казнь применяется по отношению к тем, кто уже находится в местах решения свободы. Ну, по крайней мере, изолирован от общества. То есть, да, конечно, понятно, что люди очень, ну, безусловно, негодуют. Люди хотят всего самого наихудшего этим бандитам, этим потомкам, это жуткое преступление. Но я, моя позиция, что для этих подонцев, конечно, самое худшее, что может быть, это вот эта мучительная жизнь, не видя света, до конца своих дней в напоминании о том жутком преступлении, которое они совершили. На каких-нибудь шахтах, на рудниках, не поднимаясь вообще, на свет божий, на хлебе в воде, вот, я думаю, это для них будет такой мукой, что они будут умолять казнить их, на моих не казни. Пусть они, вот, пусть они вспоминают и каются, и страдают за то, что они как вы считаете. А почему Россия сегодня не готова снять мораторий на смертную казнь? Вопрос очень сложный. И, может, смертная казнь, конечно, очень много экспертов, которые нас там слушают, свет у компьютера, не распорядка. но все-таки смертная казнь имеет как, ну, для кого-то какие-то плюсы, так и очевидные минусы. Во-первых, смертная казнь это необратимый процесс. И, лично я сейчас нахожусь в зоне СВО, и, когда вижу врага, и, знаете, вопрос лишения врага жизни вообще не стоит. Это правильно, это естественно. Но когда он уже в кляну, когда он уже в наручниках, когда он уже ничего не может делать, и расстреливать человека в наручниках, я считаю, невозможно. Как и здесь, вот, смертная казнь, а есть ли ошибка? А сколько мы видели решений, которые в последствии были отменены судом, а человека уже расстреляют. В общем, такой момент очень скользкий. Я думаю, что нужно на месте преступления ликвидировать всех этих, то есть, бандитов, но тех, которых мы судим, уголовным судом, они должны пожизненно сидеть, мучиться, работать, вот, и страдать. И еще одна важная тема. Восьмой фигурант дела о теракте в Крокусе 32-летний Алишер Касимов, профессиональный повар, он работал в кафе, занимался доставкой еды на московские стройки. Это выяснили, в частности, журналисты, коллеги с телеканала Арти. Скажите, пожалуйста, что нам делать в дне сегодняшнем с трудовой миграцией? Как нам останавливать поток нелегалов и как нам перестраивать отношения с официальной трудовой миграцией? Стоит ли? Трудовую миграцию, конечно, считается, кому не видно, самая популярная позиция, которая в последние дни, вообще от нее отходят. Попросов нет, вопросов нет, давайте думать, что будет наоборот. Что думать, простите? Что будет работать в таком случае? Ведь если не хватает рабочих рук, то трудовая миграция может быть и имеет место быть, но совершенно по-другому. Человек, езжая в нашу страну, должен четко быть привязан к той организации, которая его пригласила к себе на работу. И вот здесь если работа прекращается, ну так положено, построили они этот дом, новые стали строить, все уезжает домой, больше не нужен. А ведь большинство этих преступников, они же не были задействованы каком-то технологическом производстве, они не специалисты, это просто люди, чернорабочие, которые вот где пришлось, там и работали. И конечно, грантов должно быть меньше. Я думаю, что в результате вот этого злодеяния нужно просто взять и в половину уменьшить квоты для жителей Таджикистана. Почему бы нет? Но меня больше всего беспокоит не только меня больше всего беспокоит, что огромное количество, десятки тысяч паспортов России было выгодно выходством из Таджикистана. На каком основании? Зачем нам эти новые граждане? Вот что меня беспокоит. Вы поймите, вот те, кто мигранты, мы по большинству можно департировать, найти нарушение и выгнать. Это обязательно нужно делать при любом цене, не давать ему предписание на выезд, а просто вагонить. В вагон ее отправили. А зачем им паспорта давать? Зачем нам эти люди в качестве граждан нашей страны? Посмотрите на них, все они граждане, посмотрите, они что, ценность какая-то для нас? Что они приносят хорошего в нашу страну? Свои дикие законы, варварские обычаи, сегодня они требуют, чтобы мы соблюдали их традиции, завтра они будут в никабах все ходить. Да почему же такое? Мы не обязаны менять наш уклад жизни под их для нас абсолютно варварские манеры поведения. Тогда я вас не понимаю, вы с одной стороны говорите, что трудовая миграция сегодня неизбежна, потому что работать будет некому, хотя те же трудовые мигранты, даже официально находящиеся в России, тоже зачастую навязывают какие-то свои правила. Трудовая миграция должна быть существенно сокращена. Если у нас и есть какое-то использование трудовых мигрантов, то, как я уже сказал, оно должно быть сильно ограничено определенными отраслями, и, опять же, мигрант должен иметь четкую трудовую фиксацию, он заезжает, обязательно дактилоскопия за его счет, обязательно ДНК-тест за его счет, потому что потом, если это тело будет найдено в результате какой-нибудь разборки между самими мигрантами, то мы же должны определить, кто это был. Но полностью отказаться от судовой миграции, наверное, это наша задача, но не надо забывать, что судовая миграция это не причина, это следствие, это следствие того, как мы сами живем. Виталий Леонидович, время, к сожалению, заканчивается, спасибо большое, Виталий Милонов, депутат Госдумы, был с нами, пауза. Фридрих шоу. Ну вот, на Рутюбе тоже удивляются, как можно охрана без оружия, почему именно в этот день. А я вам скажу, не ищите тут никакую конспирологию, потому что вот это русская авось, ну нормально все было-то, ну и зачем, ну и на кой, все же хорошо, ну на группу шпикник придут, порядочные люди цивилизованные, например, хоть мысль у них был, да? Это же не какой-то панк-рок, концерт, где придут какие-то там молодые гормоны махать руками и прочее. Да и нормально, придут, музыку послушают, тихонечко учапают. Вот, наверное, так они думали. Ребята, а вы тогда правда зачем эту лицензию получали? То есть на всякий случай, а случай бывают разные? И меня возмущает в этой истории другое. Я могу понять там самую разную логику. Я вообще, как выяснил, человек очень понимающий, меня другое выбешивает. Но, еще раз, последний год точно уже, вот это очевидно, это для самых тупых уже, понимаете, против России ведется террористическая война. Она явная, она проявляется почти каждый день. Она существует, не заметить это не может, просто вот никто уже, это невозможно. И если вы понимаете, что год против страны ведется террористическая война, какого черта вы не достаете оружие для охраны мероприятий общественных, потому что у вас есть на него лицензия. Почему мозг-то работает в обратном направлении? Шаг вперед и сто назад. Я повторю, это из раза в раз повторяется одна и та же история. Происходит шутинг в школе, все визжат, как не знамо что, носятся по Москве с квадратными глазами, тормозят такси, машины, автобусы, всех тормозят, просто всех. Проверяют, досматривают, трогают, щупают, а потом забывают, психоз сошел. Проходит непродолжительное время, все по новой, происходит очередной шутинг и опять выясняется, рамка не сработала, вместо там охраны была какая-нибудь бабушка-божий одуванчик или был охранник, но не было вооружения. Ровно все те же проблемы, которые были, когда, допустим, шутинг был до другого. Вопрос, а к чему было тогда это безумная суета? Вот приедете в Питер, да, скоро годовщина, как убили Владлену Татарского. Приедете в Питер, да, любое, вообще абсолютно любое какое-то общественное публичное мероприятие, абсолютно любое, неважно, книжный клуб, клуб вязания крючком, рисованием пальцем по обоим, любой. И обратите внимание, как будет соблюдаться безопасность, так, как будто не было убийства Владлену Татарского. Вот так. Но при этом, при всем, понимаете, когда его убили, месяц, понимаете, надо было заходить, чуть ли там зубы не вынимая, на сканер. Я просто искренне не понимаю, зачем это безумная суета? Почему нельзя просто спокойно, лаконично решать задачи? Понимаете, потому что вот нашуметь, насуетить мы можем все. Рамки где? Например, я не про Акрокус, там другая немножко история, но я удивлена, почему охрана, которая имела право носить оружие и использовать его. Забыли в увязчике, да? Но это тоже вот из этого, из этой же оперы. Нежелание думать. Нет, Михаил Корнилов, мы следом бы не обсуждали, охранник подрался с Бухариком, шесть человек пострелил. Нет, это другое. Все-таки вот эти частные организации, ЧОПы, набирают более-менее профессиональных людей. Все-таки. Подразумевается, что они не будут использовать оружие, чтобы почесать себе спину или копчик. А если это произойдет, возникает вопрос, вы кого нанимаете? А если там опять выясняется вот эта вот хитроделанная коррупционная схема, у меня по бумагам одно, а я найму кого-нибудь там вот сиди, я сам открою, но заплачу ему 5 рублей, ну, тогда мы, да, это получим. Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, что нас можно не только видеть, но и слышать. Наоборот, не только слышать, но и видеть. Для этого заходите в группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Там ведется трансляция. Там вы можете писать ваши мнения, предположения, какие-то мысли, вопросы, ну, в общем, все, что вам придет на ум, не нарушающие законы Российской Федерации. Также вы можете зайти на платформу Рутюба. Там есть канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже ведется трансляция. И там я тоже очень внимательно читаю, что вы пишете по поводу трудовой миграции. Вот мы в прошлой части с Виталием Милоновым отчасти обсудили эту тему, но, к сожалению, время катастрофически заканчивалось. Оно с Виталием Валентиновичем летит вообще незаметно. Он находится сейчас в зоне СВО, поэтому просить его задержаться там на паузу, ну, я посчитала, будет просто неуместно, вежливо говорить. Тем более, у него там другие задачи. Так что, к сожалению, наш разговор с ним был в той части. По поводу, значит, миграции. Я вам скажу свое частное мнение. Мне кажется, что тезис «А кто будет работать?» Я лет 7 назад сама его применяла, честно скажу. Вот мне кажется, что этот тезис теряет свою актуальность с каждым днем все больше и больше. Во-первых, у нас, друзья, мои новые регионы, так называемые, да, так, как ни крути, у нас новые граждане появились, которые тоже ищут работу, которые размышляют, не переехать ли им из, там, Донецка, например, в какой-нибудь другой российский город. Ну, учитывая, что в Донецке ситуация очень сложная, мы все это прекрасно понимаем. Сейчас и обстрелы сейчас тоже продолжаются, там, Петровского района, Куйбышевского и прочее, прочее. То есть, часть из них готовы переехать в другие российские города, чтобы получить работу. Жители Горловки, там, некоторые тоже очень не прочь переехать. С другой стороны, это проблема для Горловки, что специалисты уезжают. Но это отдельный вопрос. Я сейчас не про это. Я о том, что у нас появляются, появляются новые люди, которые хотят получить рабочие места на просторах необъятной Родины. Не то, чтобы Родина не дает им эти рабочие места, это, конечно, не совсем правильно. Но когда мы от розовых очков и под хвостика пони, розового тоже, возвращаемся в реальность и начинаем смотреть на вещи трезвыми глазами, выясняется, конечно, любой гражданин Российской Федерации может приехать в любой российский город и искать там работу. Но зачастую еще бывает такой момент, что есть частные какие-то фирмы, компании, да, ну, если брать, например, ресторанный бизнес, все-таки это частные какие-то кафешки, ресторанчики, бестро и прочее. И вот есть человек, кто этим бизнесом управляет. Он понимает, что вот он трудовым мигрантам, официальным даже, легальным, платит одну стоимость, а, например, жителю Горловки, который приехал в Питер работать в кафе, он будет платить немножко другие деньги. И размышляя, как бизнесмен, цифрами, конечно, он не будет спешить отдавать рабочее место тому, кому ему придется платить больше. Это просто реальность. И можно сколько угодно облизывать микрофоны, писать в телегах «Подонки! Таколи!» Ну, вот это вот хайповое. Мы же понимаем, да, что как только кто-то начинает визжать в микрофоны или в телегах там, не знаю, «Подонки! Гады!» Все тут же, значит, «А, кто подонок? Кто гад? Ща-ща-ща-ща-ща!» Растет рейтинг. Это все понятно, поэтому я к этому отношусь очень философски, даже иногда с улыбкой. Как только вижу где-то в телеграм-канале вот это вот «таколи!» Думаю, «Понятно!» Ща будем хайповать. Можно сколько угодно это делать, но факт остается фактом. И государство не может бегать каждому бизнесмену, кто ведет ресторанный бизнес, извините за тавтологию, бить ему по голове и кричать «Вот как ты можешь?» Ну, вот так. Вот так он и может. Он, собственно, не нарушает этим особо закон. Не особо, он вообще не нарушает закон. Если трудовой мигрант здесь находится официально, легально, это уже вопрос к бизнесмену, кого он будет нанимать. Никакими визгами в телеге подонок вы не заставите его поменять его решение, потому что он в своем праве. Поэтому, когда вот этот тезис я слышу, что «А кто будет работать?» У нас вообще-то растет количество людей, кто готов работать. Ну, так уж получается. И второй момент. Опять же, извините меня за эту крамольную, кому-то, может быть, неприятную вещь, но темп развития российской экономики сейчас несколько ниже, чем они были лет 10 назад или 15 лет назад. Мы все понимаем, почему. Потому что постоянно наши западные партнеры шуршат пакетами, санкциями, накладывают, накладывают эти пакеты, эти санкции, и вот это вот все. И начался этот процесс в тот момент, когда мы не были сепарированы от вот этой вот общезападной финансовой модели. Это факт, извините, так сложилось. И не успели мы, что называется, вовремя оторваться и перестроиться. Все это в процессе идет. При этом экономика не развалилась, по миру не пошла, но все-таки темпы развития чуть сократились. И даже я иногда слежу там за стройками каких-то объектов, в том числе жилых каких-то комплексов. Темпы стройки идут, но они не на таких скоростях, как это было бы там, например, лет 7 назад. Поэтому говорить о том, что сегодня у нас так много каких-то отраслей, где надо, чтобы скорее работали, а вот русские не хотят там работать, поэтому нам же трудовые мигранты, вы меня извините, но этот тезис устарел. И, честно говоря, мне кажется, нам надо все-таки пересмотреть свой подход к необходимости такого количества трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Каковы времена, таковы и правила. Но здесь мы упираемся немножко в другую проблему, потому что есть там Евразийский союз, таможенный союз, и есть опасения, видимо, у отдельных политиков России, что сокращение потока трудовых мигрантов из одной из стран, которые так или иначе имеют отношение к евразийской интеграции, может усугубить процесс этой самой евразийской интеграции. Докладываю, кто-нибудь из вас за последнее время что-нибудь слышал про евразийскую интеграцию? Пока я это вам сейчас не сказала. И у вас у всех лампочка в голове не засветилась? Точно! Было же. Нет, не слышали. Я допускаю, что какие-то процессы там ведутся. Искренне допускаю, я же ничего не говорю. Но давайте так, взвесим здесь и сейчас. Вот не будем нырять в грядущее, не будем копошиться в прошлом. Посмотрим на обстановку здесь и сейчас. Террористическая активность, она возрастает. На то есть конкретные причины. И есть люди, кто это проплачивает. И да, на территории Афганистана действительно находятся филиалы ИГИЛ, вот этот Вилаяд Харасан, запрещенный в России террористической организацией. Да, действительно, они используют Турецкую республику, чтобы набирать новых бойцов, проводить там их обучение, получать финансирование, в том числе британки, англичанки, с чего начали, к тому пришли. Все это существует. При всем моем уважении. Но даже сейчас, после этой трагедии в Крокусе, когда я читаю, что в Душанбе тоже сейчас проводят свое собственное расследование, и что как раз таки стараются разобраться, как же это произошло, и лидер Таджикистана лично контролирует действия Следственного комитета в Душанбе по Крокусу, при всем моем глубочайшем искреннем уважении к Таджикистану, к таджикскому народу, к руководству Таджикистана. Я это готова проговорить много-много раз. Но при всем моем уважении, послушайте, вот это расследование внутри Таджикистана, это как мертвому припарку. Потому что я еще раз всем напомню, что когда-то полковник и бывший командир ОМОН МВД Таджикистана, а это так ни много ни мало такая элита вертикали силовиков, так вот он взял и в 15-м году переметнулся к боевикам ИГИЛ. И вообще Таджикистан в этой части отвратительным образом превратился в страну, где значительный процент населения вербовался в ряды ИГИЛ, боевиков, запрещенных в России организаций. И, к сожалению, этот процесс сейчас, видимо, тоже так или иначе, но происходит. Поэтому, когда я читаю новости, что там проводятся расследования, это, конечно, важно, и, конечно, этому России благодарна, что Таджикистан отреагировал, но мы не можем быть уверенными, что это расследование принесет какие-то реальные результаты. По факту мы имеем, что террористическая угроза растет, она накапливается рядом со странами Центральной Азии, потому что именно у границ с этими странами вот эти вот боевики ИГИЛ, Вилает Харасан, и накапливают свои силы. При этом у них финансирование и прочее, прочее. Талибан их прибить не может, как не пытался, хотя я не могу сказать, что сильно пытались, у них тоже там ресурсы ограничены, по факту не смогли, и эти силы накапливают. Далее, когда вот эти процессы там происходят, вот эта вербовка, вот эта вялотекущая история, понимаете, мы в итоге получаем скорее нарастание угроз, чем какой-то выгодный для обеих стран, профит, извините меня за это слово. Что Таджикистану сейчас выгодно от того, что вот эти ублюдки в Крокусе имели отношение к этой стране? Ну, конечно, нет. И сейчас вот там тоже они думают не призвать, вот в таджикский диаспор рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома по вечерам. Ну, кстати, я не проверяла, это дает отдельный телеграм-канал. Но суть не в этом. Понятно, что Таджикистан не выигрывает с этого. Мы, вежливо говоря, не выигрываем от того, что у нас теракты происходят. Так, может быть, все-таки, живя в настоящем здесь и сейчас, нам пора признать, что проект Евразийской интеграции замечательно прекрасный, но, наверное, на данном этапе он не первичен в силу террористических угроз. Второй момент. Надо, конечно, посмотреть статистику, но что-то мне подсказывает, что высококвалифицированные кадры из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана не часто приезжают в Россию. К сожалению, мы должны признать, что в основном они выбирают такие страны, как Великобритания, Соединенные Штаты или Турецкая Республика. Ну, по крайней мере, там тюркские страны. А к нам зачастую приезжают люди, которые занимают вот эту нишу среднюю, но которые поддаются вербовке и которые могут быть спящими и находиться уже на территории Российской Федерации. Так не настало ли время хотя бы на какой-то период, пока против нас ведется такая террористическая активность, все-таки взять паузу с евразийской интеграцией и заняться вопросами своей безопасности. Но это скорее так мой журналистко-гражданский вопрос. Я с вами на сегодня прощаюсь. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин